Существование Снаружи у нас не существует ничего. То, что мне кажется, что вот существует нечто снаружи, я трогаю, я среди этого существую, живу, это всё в моих желаниях существует. Мои желания делятся на градации неживое, растительное, животное, человеческое, и я в них ощущаю вот этот вот наш мир и себя в нём. Далее. Почему же тогда мы не ощущаем себя в себе? И всех остальных тоже в себе. Так как на самом деле во мне всё это ощущается. Почему всё мною ощущаемое внутри меня как бы выходит из меня наружу и играет вот на этом вот внешнем экране, как будто бы вокруг меня это всё существует, и я нахожусь внутри какого-то объёма. И я внутри, а всё это ощущаемое мною снаружи, хотя ощущается мной внутри. Почему это инверсно мне так показывается? Потому что именно таким образом, когда я ощущаю это снаружи, вне меня, у меня есть возможность постичь, проанализировать, соединиться с этим находящимся вне меня и таким образом узнать получше этот мир. Потому что если бы он внутри меня был, я бы изучил бы только свои свойства. Я бы не изучил происходящего в них. Я бы не изучил происходящего в этих свойствах, я бы изучил только свои свойства. А поскольку эти свойства от меня как бы отдаляются, я не чувствую их своими. Поэтому я изучаю происходящее в них. Это у меня самое главное, происходящее. А то, что в них происходит, в моих свойствах, это от меня уже как-то скрыто. И поэтому мне это позволяет увидеть, узнать работу, которую проделывает надо мной высшая сила. То есть абстрагироваться как-то помогает? Все во мне. И что бы я ни читал, что бы я ни переживал, что бы я ни наблюдал в духовном мире, или даже из книги, если я по ходу чтения книги, это все я ощущаю только внутри себя. Ничего снаружи не существует. И я начинаю понимать, что все мироздание, весь мир, это все только один я. И так каждый из нас. Интересная картина. Эта картина немножко непонятная, конечно, людям, но я думаю, что наука с этим постепенно соглашается. Я, по крайней мере, в контакте со многими учеными. И они начинают приближаться к этому пониманию. Все равно войти в это нельзя, только лишь если человек будет заниматься методикой входа в это состояние, называемое Каббала. А в итоге все люди, конечно, начнут раскрывать это истинное состояние наше существование. И тогда они поймут вообще, что называется творением. Мирами, наш мир, наша Вселенная. Все вот это они наконец-то начнут правильно узнавать. Вот эти состояния, которые вы описываете, духовный мир, как вы называете. Интересно, в этом мире мы как бы абстрагированы один от другого телами. Я могу сейчас о вас что-то думать, или там, как вы сказали, могу думать сейчас о тёще, разговаривая с вами. Вы не видите этого, вы не знаете, не умеете читать мои мысли. А в духовную как-то рассказывали, что там все знают о твоих мыслях, о твоих намерениях. Нет, тут тоже можно скрывать. А, можно скрывать. Можно скрывать, можно показывать и показывать. Есть у человека свобода действия. Ну, правда, вся она продиктована его добром. Но всё равно она существует. Да. До конца общего исправления, когда все души поднимаются и раскрывают полностью всё мироздание, существует возможность скрывать себя от других. Вы говорили, что духовный мир — это голые силы, голые желания. То есть, без... То есть, как бы, моё сейчас желание, оно голое, все его могут видеть. Нет, 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 нет. Нет, это не так. То есть, и да, и нет. То есть, при желании можно всё это скрыть. Часть, по крайней мере. Своё духовное постижение, где ты находишься, можно скрыть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова